Здравствуйте! Ну, думаю, сначала стоило бы прочитать одно сообщение от, скажем так, корреспондента израильской газеты «Идиот Ахламот» Ваге Аванесяна. Ну, а потом перейдем к делу. Читаем. Это он обо мне пишет. Единственный соответствующий интеллектуальный вклад в страну, конечно, противно, когда барыжничает и попрошайничает, но не можем не уважать интеллект уникальнейшей формулировки. Я по его выпускам больше истории выучил, чем в школе. Спасибо, Вадим Альбертович. Ну, честно говоря, я даже не знаю, когда я барыжничал, когда я попрошайничал. Ну, видимо, у корреспондента израильской газеты «Вагана» или как его там «Ваге Аванесяна» что-то не то с IQ, с образованием. Ну, в принципе, по тому, как он пишет и что он пишет, это видно. Барыга, неуважаемый мной «Ваге Аванесян» это человек, который где-то что-то купил, где-то что-то продал. Вот это вот барыга. Я этим не занимаюсь и никогда этим не занимался. Все, что у меня продается, это все придумано, выпущено вот этой моей собственной головой, чего, увы, не дано лично вам. Что касается попрошайничества, тоже не помню, чтобы я у кого-то чего-то просил. А вообще, я не знаю, сколько вам лет, но я бы вам предложил вот что. Спросите у кого-нибудь вообще, что такое блогерство, как это вообще работает. И чтобы вы понимали. Вот вы пишете о том, что вам нравится мой контент, вам нравится, что я делаю. В смысле, вот я Вадим Арутюнов, да. Но, вот это но, это говорит о том, что вы, что вы, вы, скорее всего, халявщик. Вот вы кто. Потому что любой контент нуждается вливаниях. Просто так ничего не делает. Для того, чтобы я вам дал вот эту вот информацию, эту пищу и вам, и нашим врагам, и нашим друзьям, для этого мне нужно собрать эту информацию, поездить, что-то купить, что-то привнести. А что же вы хотели? А где же я деньги-то буду брать? И вот, чтобы таких, как вы, корреспондентов израильских газет, идиот, охламот, было как можно меньше, я стараюсь на донаты особо не рассчитывать. Как это делают многие другие блогеры. И правильно делают. Потому что блогерство существует за счет донатов. А как иначе? Зарплату-то никто не платит. Так вот, я стараюсь и этого избегать. И поэтому, что делаю я? То, что вы называете барышничеством. Я пишу, например, вот книги. Издаю календари. Опять же, вам этого не дано, потому что у вас в голове 0,6. И вы, вот это вот первый том только я издал. Там 560 страниц. Первый том только. Я думаю, вы вряд ли 3 страницы напишете. А если прочитаете, то полстраницы. Понимаете, да? Вот будете довольны, наверное, что вот Единственный выпуск я посвятил начало этого выпуска вам. Но не хочу весь выпуск вам посвящать. Потому что сегодня более такой приятный выпуск у нас будет. Более приятный день. Но для начала я бы хотел попросить вас поставить лайки. Вас я не буду просить. В АГ вот этот Аганисян. Вы потому что даже и эту просьбу поймете, как потому что вот мне нужно будет побольше вот этих вот было лайков. Нет, это не для меня. Это для того, чтобы контент развивался. Чтобы чем больше вот этих лайков будет, да? Тем больше людей будут смотреть конкретный выпуск. Понимаете, да? Но вам не выгодно, потому что начал-то я с вас. И получается, больше людей узнают о ВАГ Аганисяне. Корреспонденте газете «Идиот Ахламут». Ну, а все остальные, пожалуйста, ставьте лайки. И потом продолжите дальше смотреть. Не скупитесь на них. Вам этого точно ничего не стоит. Только небольшое рукодвижение. Теперь. Я хочу попросить прощения за мое отсутствие некоторое время. Но у меня была уважительная причина. Она была очень приятная. И приятная она не только для меня, но и для многих моих зрителей, читателей, друзей. И так свершилось, я бы сказал. Вышел. Вот он. Первый том моего трехтомника записки странствующего армянина. Но прежде чем к книге снова перейти, да? Хотел бы вам показать вот эту штуку. Вот. Я недавно стал почетным жителем деревни Армения, что находится на Филиппинах. Об этом я еще в последующих выпусках как-нибудь расскажу. Довольно забавная такая вот история с этими филиппинами. Но она не только забавная. Она даже, я бы сказал, информативная и немножко поучительная. Но все-таки пока что о книге сегодняшний выпуск. Вот в этом первом томе вошли 36 стран. А персонажами в них являетесь многие из вас, кстати говоря. Если я встречался с вами в этих странах, тут 36 стран. На обратной стороне там написано и Бельгия, и Франция, Соединенные Штаты Америки, страны Азии, Африки. Тут 36 это только первый том. Это значит, что ваши имена в этой книге тоже есть. Потому что наверняка вы меня где-то сопровождали. Наверняка мы с вами где-то сидели, о чем-то говорили. Поэтому вы в качестве персонажей тоже имеете, имеетесь в этой книге. Но об этом даже не догадываетесь. Так давайте я вам сначала расскажу немного о книге. А потом помогу вам ее приобрести. Итак, в книгу вошли все мои поездки по разным странам. Тут мои радости, мои переживания, побеги, страхи, волнения. Ну, буквально все. Кроме того, здесь присутствуют экшен, сториз, историческая география. И самое увлекательное арминоведение, которое только может быть. Я вам серьезно говорю. Из мест событий я рассказываю о том, как меня в Иране изгоняли армяне. А азербайджанцы при этом щедро помогали передвигаться. О том, как в мире появились латиноамериканские Армении. Это будет тоже впервые вот в этой книге. Из мест событий из самих этих латиноамериканских Армении. Эти истории не похожи друг на друга. Одна Армения отличается от другой Армении. И названы они весьма разными людьми и весьма по разным причинам. Я единственный армянин, который побывал во всех латиноамериканских Армениях. И этим, кстати говоря, очень горжусь. Недавно я еще стал почетным жителем, вот как я вам уже сказал, Армении. Но это не город Армении, это деревня Армении на Филиппинах. Об этом будет сюжет. Также вы познакомитесь с армянами различных рас. Да-да, вы не ослышались. Именно рас. Геворгом с дравидийским лицом из Калькутты. Такой он очень смугленький, от индуса практически не отличишь. С негроидом Богосом из Эфиопии. Монголоидом Минасом из Мьянмы. Династии бангладешской семьи, положившей свою жизнь на алтарь армянской нации. Очень много сведений станет вам открытием. А некоторые персонажи в истории армянской, которые вам хорошо известны, представлены перед вами в ином виде. Например, Габриэл Айвазовский. Или, скажем, есть в книге даже откровение главного финансиста Асала, который впервые откровенно рассказывает о серьезном. Настолько серьезно и откровенно, что я решил не давать ему заголовок, а просто написал в качестве постскриптума. Также там много моих приключений. Книга получилась настолько увлекательной, читабельной, что мне не стыдно ее презентовать. А вам не стыдно будет ее подарить своим неармянским друзьям, чтобы они знали, что армяне это народ с великим прошлым, чьи имена и топонимы разбросаны по всему миру. От Патагонии до Малукских островов. От Исландии до мыса Доброй Надежды. И это не просто слова, а конкретные мои репортажи из тех самых мест, о которых я повествую. В книге также масса иллюстраций. Их 60. Из 560 страниц 60 это цветные иллюстрации. Твердый переплет. Я вам так скажу. У меня будут презентации в разных городах, куда, конечно, меня пригласят. Некоторые из вас ждут их, чтобы приобрести книгу на месте. Но я бы вам рекомендовал прочитать книгу до презентации, чтобы у вас были ко мне вопросы во время уже нашей с вами встречи. Теперь как заказать. Вот тут вот будьте внимательны, учитывая, как вы заказываете календари, а потом не ходите и не получаете. Или вовсе не знаете, что такое индекс и что такое домашний адрес. Или вообще адрес. То здесь будьте внимательны, как заказать книгу. Итак, в описаниях под этим самым видео есть ссылка, на которую вам нужно перейти. Как перейдете, почитайте, внимательно почитайте, что там написано. Там имеются все расценки для разных стран и реквизит банковский. Правда, реквизит это только для россиян. Вот он сбербанковский, это для россиян. А вот все остальные, кто проживает за пределами России, там тоже сказано, что делать. Напишите на электронный адрес vodarsobakamail.ru И вам ответят, как в другие страны из России совершить заказ. Все очень просто. Главное, внимательно заполните анкету. Адрес должен быть полный. От того, как вы укажете адрес, так и получите книгу. Или не получите книгу. Может вернуться ко мне назад. Я уверен, что она вам очень понравится. Так как написана книга моя с душой. Со смыслом. И вообще я просто хотел бы поделиться с вами своими накопленными по армянскому миру знаниями. Когда я бороздил эти моря и океаны, тундры и леса, пустыни и джунгли, степи и саванны, я еще больше гордился тем, какому народу я принадлежу. Ибо только армяне и еще считанные народы могут показать разбросанные по миру чудеса своих соотечественников разных эпох. И вы в этом сами убедитесь, когда будете читать книгу. Каждая глава вас убедит в этом. И главное, без приукрашивания, как это делают армянские горе-писаки, для которых армяне чуть ли не начало-начал мироздания, высасывая из пальца всякую хрень, вроде Тадж-Махал был построен для армянки. В моей книге такой чуши нет и не может быть. Моя книга это фундаментальный труд, трехтомник, который станет для многих из вас авторитетом, так как каждые свои слова я сопровождаю иллюстрациями, фактурой и нахожусь ровно там, о чем говорю. Итак, заказывайте книгу, читайте и поделитесь потом впечатлениями со мной и друзьями. Я буду очень ждать ваши отзывы о книге. Мне очень будет интересно знать ваше мнение. Критика, любой отзыв принимается, приветствуется. И вообще я бы очень хотел каждому второму из вас подарить ее бесплатно. Ну, кроме корреспондентов газеты «Идиот Ахламут». Но, увы, спонсоров у меня нет, а деньги будут нужны на издание второго тома. Вот если и подарю кому бесплатно, то чушкам. Они мне, наверное, даже роднее, чем идиоты Ахламуты. Чушкам, пожалуйста. Им нужно просвещаться, им нужно больше знать. И не важно, каким чушкам. Они заслуживают бесплатного образования и изучения арминоведения по меридианам и параллелям нашего прекрасного шара по имени Земля. До следующей встречи в эфире.